привет друзья доброе утро сегодня 23 марта вы на канале moto sancho и этот день я начинаю с того что выбрался по делам первым делом зайду на почту мне сегодня должна была прийти посылочка из минска с бейсболкой с логотипом канала до розыгрыша на 100 тысяч подписчиков отстоял очередь минут на 40 радует что стоял не зря забрал посылочку здесь две бейсболки одна из них ваша а вторая моя дело в том что моя старая уже выгорела истрепалась и перешла в гаражную форму одежды видели наверное я сейчас в мастерской в старой бейсболке своей работаю а это будет новая парадная выходная для путешествий с собой взять куда-то ну или погулять выйти одеть теперь отправляемся в офис транспортной компании сдек как вы помните я говорил что мне пришла посылка из уфы с оплатой за счет получателя что внутри я не знаю отправитель так со мной и не связался но очень много людей уже спрашивала саня что внутри было я не знаю давайте заберем ее и посмотрим отлично еще одно дело сделали посылочка у нас масса посылки пять килограмм 36 грамм особые отметки написано запчасти что за запчасти можете пока выдвигать свои предположения ну а я по пути зайду в продуктовый магазин прикуплю домой еды к большому своему удивлению не обнаружил в нашем магазине гречки макароны есть рис есть банка сечка нормальной гречки нет зато то есть туалетная бумага в достаточных количествах ну а я приобрел молока яблок бананов хлеба сметанки танюшка сегодня обещала борща наварить так что не поддаемся панике все будет хорошо ну а теперь вернемся в нашу зону карантинной самоизоляции в мастерскую и начнем пожалуй с распаковки посылок как видите кроме того что я получил сегодня у нас есть еще вот такой сверток который доставили в субботу отправитель роман алексеевич из города москва а внутри лежат глушители от suzuki intruder 1400 которые я возможно буду использовать при сборке мотоцикла днепр но скорее всего они пойдут в проект по сборке м 63 давайте распакуем и глянем я думаю красивые хромированные банки глушителей отлично подойдут для кастом проекта а я хочу сделать чоппер с коляской по крайней мере в задумках это выглядит о какая красота блестящие хромированные банки глушителей внутри совершенно пусто можно туда поставить флейты которые сами сделаем а можно оставить полнозвучные прямотоки я думаю для кастом проекта это замечательное решение ух конечно немножко восстановить полирнуть хром почистить вот от этой грязи все это отмывается весь этот битум будет просто замечательно suzuki следующей в очереди на распаковку у нас будет посылка с бейсболками мы знаем что внутри никакой интриги нет посылка пришла из минска именно там это делают вышивают санчо youtube пилот санчо это моя бейсболка а точно такая же но с вышивкой сзади 100к то есть 100 тысяч это ваша бейсболка и она будет разыграна при достижении каналом уровня в 100 тысяч подписчиков и наконец последняя на сегодня коробка доставлена транспортной компанией из дек из города уфа от зарецкого сергея николаевича и что внутри я не знаю что то звенит давайте посмотрим очень интересно ого-го ого-го подшипники nsk nsk 202 что ли 206 ntn 204 2 еще один 202 шланги топливные диаметром 8 миллиметров я так понимаю с оплеткой такие хорошие шланги а это что такое ух ты маска как раз в случае эпидемии интересная вещь хорошо оставим на потом пакет крепежа болты гайки шайбы даже какая-то цепочка у меня знаете где то есть банки с похожим крепежом вот все все вместе все подряд вот еще подшипники совершенно новые в заводской смазке 6 304 nsk да много раз два три четыре пять шесть семь семь штук и патрон серьезный патрон для сверлильного станка круто круто еще пара подшипников упустил собственно все пояснительного письма нет при этом поздравлений нет а это это у нас маска которая одевается под шлем в холодную погоду чтобы лицо на ветру не мерзло как то так думаю в нынешние времена вполне можно и по улице так ходить конечно за полноценную ватно-марливую повязку не сойдет но лицо закрыто спасибо спасибо большое Сергей Николаевич ну а мы с вами давайте вернемся к ремонту днепровского двигателя к его сборке и сегодня нам предстоит поставить наконец на двигатель головы а для этого необходимо дособрать механизм привода работы клапанов то есть толкатели штанги и коромысла в принципе все необходимые детали у нас есть остается только выбрать те которые имеют наименьший износ и не имеют каких-либо повреждений и дефектов влияющих на долговечность и работоспособность вот например один из толкателей у которого на рабочей поверхности есть обширное выкрашивание металла можно устранить этот дефект шлифовкой но поскольку раковины достаточно глубокие лучше толкатель сразу заменить на новый еще одна интересная деталь это коромысло днепровское коромысло на первый взгляд очень серьезно отличается от ураловского главным образом за счет наличия внутри стальной втулки коромысло днепра фиксируется в головке с помощью болта который проходит через эту стальную втулку и за счет регулировочных шайб втулка зажимается внутри становится неподвижной а само коромысло скользит по ней через бронзовую втулку то есть по сути подшипник скольжения давайте глянем на ураловские коромысла старого образца не имеют внутри бронзовых втулок само коромысло одевается непосредственно на ось и скользит сталь по стали ну естественно через масляную пленку смазочка подается через специальные отверстия внутрь таким образом износ ну в принципе мне нравится как работают коромысло именно старого образца они широкие и у них распределение нагрузки более равномерно из-за чего изнашиваются они медленнее коромысло нового образца урала уже имеют бронзовую втулку внутри смазка к ним подается немного иначе ось здесь используется другая это вообще без системы подачи смазки вот ось нового образца у нее есть лыска через которую масло затекает внутрь и смазывает бронзовую втулку опять таки коромысла без смазки не остается так вот чем же эти коромысла интересны если мы обратим внимание на диаметры внутренние то заметим что они одинаковые то есть днепровское коромысло по длине и по внутреннему диаметру бронзовой втулки такое же как ураловское коромысло нового образца в принципе можно сделать вывод что они взаимозаменяемы отличия будут только в отверстиях у днепра есть отверстие чтобы внутрь попадало масло поскольку через эту втулку не предусмотрена подача смазки никак оно затекает прямо снаружи через отверстие в самом коромысле а у ураловских их нет но думаю при острой необходимости можно их пропилить или просверлить а в целом же хотите можно использовать ураловское коромысло на днепре а можно использовать днепровское соответственно на урале но мы сейчас такие эксперименты проводить не будем постараемся выбрать из днепровских максимально живые для этого необходимо прощупать зазоры между бронзовой втулкой и внутренней стальной втулочкой если люфт чувствуется значит откладываем в сторонку если люфта нет но при этом коромысло вращается без заеданий вот это может быть сгодится конечно необходимо все это сначала отмыть и проверить зазоры уже на чистых на чистых деталях без какой-либо грязи пыли и старого масла вот это вообще заклинившая возможно после отмывки будет очень-очень даже плотненькая а внутри какой-то нагар масло видимо в движке не меняли еще одна важная деталь механизма привода клапанов это болты которые удерживают коромысло в головке к ним в принципе требования небольшие целая резьба и наличие стальных упорных шайб причем эти шайбы необходимо подбирать так чтобы при установке коромысла вместе с шайбами зазор между ушами и коромыслом был минимальный потому что затягивая этот болт можно сжать уши головки алюминиевые так что они просто треснуты одной из ушей обычно нижняя отваливается нет вру верхняя которая более тонкая ну и наконец штанги штанги делаются днепровские из алюминиевого прутка они цельные 8 миллиметров диаметр главное пожалуй требование отсутствие износа наконечников здесь видите кто-то уже пилил эту штангу зачем-то я бы такую не стал использовать а помимо износа могут просто отсутствовать наконечники они иногда улетают теряют свой натяг в посадке ну и конечно же ровность прямолинейность вот вот только как нам эту прямолинейность проверить слушайте что за дела где нормальные штанги почему со всех наконечники спадают хорошо что есть небольшой запас и есть из чего выбирать так вот про прямолинейность каким образом мы можем проверить прямолинейность днепровской штанги если она не может кататься по ровной поверхности ураловские понятно мы их катали по стеклу и наблюдали как они бьют ну или не бьют а днепровская будет кататься наконечниками а алюминиевая сама штанга будет над стеклом перекатываться попробуем воспользоваться дрелью аккуратно зажмем штангу в патроне за цилиндрическую часть наконечника а затем будем вращать и смотреть нет ли где-то биений ну видно это кривая ну видно таким же образом следующую и это кривая для проверки для проверки можно зажать ее другой стороной очень наглядно видно что эта часть загнута куда-то и наконечник имеет биение около 3 миллиметров следующую кривая следующую следующую воу супер кривая нашлась нашлась наконец одна хорошая штанга ровная хочу вам ее сейчас показать если биение есть то оно меньше миллиметра вот эту однозначно берем в итоге я для себя сделал вывод что качественные днепровские штанги огромнейшая редкость поскольку из 23 штук которые у меня есть 5 имеют слетающие наконечники 14 кривые той или иной степени кривизны и только 4 ровных из них 2 можно сказать идеально ровных а еще 2 ну что называется пойдет и так поскольку больше выбирать не из чего также с помощью дрели и наждачки немного подновлю состояние штанг ну а когда все детали будут очищены и отмыты мы можем приступать к сборке давайте возьмем правую головку и начнем допустим с впускного клапана нам потребуется коромысла болт и две стальные каленые шайбы устанавливаем болт коромысла одна шайбочка сверху и вторая снизу установили после чего оцениваем люфт коромысла видим само коромысло ходит но ось внутренняя втулка стальная стоит на месте здесь главное чтобы она не болталась вместе с коромыслом иначе при затяжке болта уши головки попытаются сойтись и ужать эту втулку а это может привести к их поломке ну или к трещине снизу укладываем обычную стальную шайбу пружинную или гровер и затягиваем гайку сильно не жмем все делаем без фанатизма отлично оказывается бывают такие ситуации когда коромысло вместе с двумя шайбами просто не входит в зазор между ушами не идет возможно тогда стоит поискать шайбу потоньше или подобрать более изношенную а вот и ровно противоположная ситуация установил коромысло шайбы а сейчас его покачиваю и вижу что вместе с коромыслом болтается стальная втулка а значит шайбы надо подбирать более толстые вот теперь совсем другое дело нам остается доукомплектовать головки дренажными трубками я буду ставить их на фум ленту и наконец давайте поставим трубки кожухов штанг их я буду уплотнять красным резьбовым фиксатором можно было бы поставить их на вал втулочный фиксатор но боюсь тогда в случае если придется их снова достать у нас это уже не получится поскольку по отзывам пишут что держит он мертво а вот красный резьбовой фиксатор вполне себе разъемная штуковина стоит только хорошенько подогреть и можно такое соединение разобрать ну а следующими на очереди пускай будут толкатели какой из них где стоял честно говоря я не запомнил поэтому будут они притираться по новой ставлю просто наугад конечно не забываем хорошенько смазать толкатель перед установкой со всех сторон и там где штанга будет в него упираться и цилиндрическую поверхность и там где кулачок будет по нему скользить следом за толкателями давайте установим уплотнительные резинки кожухов штанг и здесь как видите у нас есть выбор либо черные либо красные у красных литье вроде немного получше и резина чуть более эластичная хотя для этого двигателя большой разницы я не вижу поэтому предлагаю решить случайным образом подбросив монетку для этой цели даже нашел в мастерской монету советского союза 1952 года 3 копейки значит орел красные решка черные и куда куда а вот сюда орел отлично будем ставить красные резинки на черный герметик да возможно не самое хорошее сочетание ну что поделаешь просто для уплотнения приклеим резинки к картеру вот так также для установки головок нам потребуются медные прокладки ну или алюминиевые какие найдете но лучше медные а для того чтобы они стали еще мягче и ужались еще лучше их перед установкой не помешает отжечь для этого возьмем газовую горелку и прогреем прокладку до малинового цвета отлично вот теперь аккуратно закладываем ее в паз головки каплю герметика на наконечнике кожухов штанг чтобы легче вошли в уплотнительные резинки и каплю герметика на наконечник дренажной трубки у нее тоже есть своя резинка которая уже установлена между картером и цилиндром так же я думаю стоит сразу установить в головку штанги поскольку не знаю можно ли их установить в днепровские головы снаружи при установленных коромыслах на Урале такой фокус почему-то не срабатывает что же у нас все готово и можно не спеша потихоньку прицеливаться и осаживать головку на цилиндр резинки стали штанги зашли берем толстые 2 миллиметровые шайбы одеваем их на шпильки я для этого пользуюсь направляющей аккуратно пальцем туда раз ее и сдвигаешь вроде неплохо получается и устанавливаем высокие днепровские гайки сначала просто их наживляем затем начинаем крест-накрест протягивать с небольшим усилием а затем динамометрическим ключом с усилием 30-35 ньютон на метр я поставил 32 не лезет а как быть с помощью системы переходников один из которых вообще самодельный я постараюсь соединить динамометрический ключ с головкой на 12 которая по размеру нам подходит вот только выдержит ли это конструкция усилия в 32 ньютон на метр большой вопрос давайте пробовать обжимать буду накрест по четверти оборота есть 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 окей 32 ньютон на метр протянули и точно таким же образом устанавливаем вторую головку отлично наконец-то головки установлены и это пожалуй финальный такой серьезный технический момент в работе с этим двигателем для запуска нам не хватает лишь мелочей клапанных крышек манометра трубки сапуна и зажигания масло еще залить да и клапана отрегулировать если я что-то забыл можете мне напомнить а вот клапана мы можем отрегулировать прямо сейчас сегодня почему нет так уж сколько раз я снимал и рассказывал про процесс регулировки клапанов и все равно находятся люди которые путаются в последовательности а потом задают вопросы почему я в ВМТ регулирую допустим правый цилиндр а потом проворачиваю коленвал и у меня с одной стороны зазоры ушли а с другой стороны клапана подперло а также находятся люди которые объясняют что это все потому что в ВМТ регулировать клапана неправильно а выставлять их надо по какой-то хитрой технологии в момент открытия выпускного клапана регулировать впускной а в момент закрытия выпускного регулировать впускной а может быть наоборот я честно говоря не помню поскольку всегда зазоры на клапанах выставляю именно в верхней мертвой точке и если кто-то мне не верит то возможно вы поверите товарищам Быкову и Грищенко написавшим книгу мотоциклы Урал Днепр эксплуатация и ремонт страница 47 регулировка клапанов двигателя МТ10-36 последовательность точно такая же как у Урала снять крышку головки цилиндра слить скопившееся масло установить поршень в верхнюю мертвую точку такта сжатия провернув коленчатый вал так чтобы метка В нанесенная на маховике совместилась с меткой на картере двигателя наблюдать за этим можно через смотровое окно оно у нас есть предварительно сняв резиновую пробку проверить при помощи щупа и отрегулировать зазор между обоими клапанами и коромыслами 007 мм на холодном двигателе семь соточек должен быть зазор для Днепра для Урала я обычно выставляю пять соточек а потом вообще начал просто на глаз минимальные зазоры ставить для этого ослабить контргайку и вращать регулировочный болт ну в общем вы поняли процесс уже понятен затем установить крышку головки цилиндра повторить последовательность действий для второго цилиндра вот почему здесь не написали что перед этим провернуть коленвал на 360 градусов не знаю но поверьте это стоит сделать а теперь давайте быстренько пробежимся по регулировке клапанов с нуля все четыре клапана у меня сейчас находятся в каком-то рандомном состоянии поэтому нам необходимо определиться какую головку мы будем регулировать первой для этого от руки подводим регулировочные болты так чтобы клапана поджались полностью поджались убираем зазоры в ноль с одной стороны и со второй точно так же отлично зазоры мы поджали и теперь проворачиваем коленвал на полный оборот от одной метки ВМТ до следующей метки есть смотрим на левом цилиндре зазоры появились большие зазоры а на правом на правом клапана подперты значит регулируем на левой голове выставляем 7 соточек как договаривались для этого нам потребуется набор щупов у меня к сожалению не нашлось щупа 7 сотых но нашелся щуп 6 сотых поэтому будем регулировать по нему заводим щуп в зазор между коромыслом и клапаном и поджимаем регулировочным болтом щуп повис теперь аккуратно пытаемся зафиксировать в этом положении регулировочный болт контр гайкой зазор маловат щуп закусила в идеале это должно выглядеть так щуп свободно проходит через зазор но если мы его отпустим то набор щупов не выпадает вот в таком положении необходимо как-то все это зажать в момент затяжки контр гайки почему-то зазоры увеличиваются надо постараться учесть это вот поставил плотно щуп заходит почти закусила теперь просто удерживаю регулировочный болт и затягиваю контр гайку и в этот же момент щуп выпадает нет ну вот сейчас хорошо щуп свободно проходит но удерживается повозился конечно но добился требуемых зазоров на левой головке и вот теперь еще раз проворачиваем коленвал на полный оборот до следующей вмт что в этот момент произошло эти клапана подперло а на правой голове должны были появиться зазоры да один есть второй подперт видимо я его изначально немножко пережал повторяем процедуру регулировки для этой головки конечно же в процессе притирки друг к другу коромысел наконечников штанг и толкателей зазоры будут уплывать поэтому первое время желательно раз в 100-200 км вскрывать клапанные крышки и поправлять зазорчики мы сейчас выставили зазоры на правой голове и давайте произведем проверку снова проворачиваю на полный оборот коленвал до следующей верхней мертвой точки кажется пролетел и вот сейчас зазоры должны появиться с левой стороны а с правой клапана будут подперты все верно слева зазоры есть можем даже проверить их величину не исключено что они немножко уйдут но это должно быть незначительно да на впуске стал великоват на выпуске отлично здесь можно подправить сразу и снова можем перейти на правую сторону предварительно провернув коленвал еще раз выставили верхнюю мертвую точку правая сторона здесь снова появились зазорчики контроль на выпуске отлично на впуске тоже увеличился тоже немножко подведем ну вот уже неплохо вот на этом давайте сегодня и остановимся время уже позднее заработался и вместо горячего свежего борща на обед буду есть его разогретый в микроволновке и на ужин у меня все всем спасибо всем счастливо и всем пока 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 и